Общее сведение – сосудистая миелопатия, резко возникающая и постепенно развивающаяся поражение спинного мозга, обусловленное расстройством его кровоснабжения. Следует отметить, что подобная патология может являться следствием не только местного патологического изменения спинальных сосудов, но и быть результатом гемодинамических сдвигов, обусловленных поражением сосудов отдаленной локализацией. Публикация исследований сосудистых спинальных заболеваний началась в конце XIX века. На сегодняшний день согласно МКБ-10 в понятии сосудистая миелопатия включены инфаркт спинного мозга, гематомелия, тромбоз спинальных артерий, спинальный флебит и тромбофлебит, подострая некротическая миелопатия, отек спинного мозга. Миелопатия сосудистого генеза возможна в любом возрасте, но чаще встречается у лиц средней возрастной категории и у пожилых. Вопросы диагностики и лечения спинальной сосудистой патологии являются актуальной проблемой современной неврологии, нейрохирургии и сосудистой хирургии. Сосудистая миелопатия – причина сосудистой миелопатии. Все возможные причины возникновения сосудистой миелопатии могут быть объединены в три группы. К первой относятся факторы внешней компрессии и кровоснабжающих спинной мозг сосудов, позвоночно-спинномозговые травмы, переломы позвоночника, опухоли позвоночного столба, межпозвоночной грыжи, смещение позвонков при нестабильности, костные разрастания. При остеохондрозе и спандиоартрозе позвоночника, аневризма грудной аорты. Вторую группу составляют патологические изменения, происходящие в самих сосудах, аневризма и гипоплазии спинномозговых сосудов. Атеросклероз – системные воскулиты, тромбоз, эмболия, узелковый переартериит, сифилитический артериит и дыры. Возникновению сосудистых расстройств способствуют врожденные пороки сердечно-сосудистой системы, например, карктация орты и Особенности гемодинамики – артериальная гипотония. Третья группа факторов – это манипуляции и оперативные вмешательства, осложнением которых может выступать сосудистая миелопатия. В их числе – эпидуральная блокада, спинальная анестезия, вмешательство на орте, клипирование, резекция аневризма, пластика. Операции в брюшной и грудной полостях. В результате воздействия одного из вышеперечисленных факторов на участке спинного мозга возникает ишемия – недостаточное кровоснабжение. Следствием нарушения спинномозгового кровообращения является кислородное голодание и недостаточность метаболизма нервной ткани. Первоначально это приводит к функциональным расстройствам, имеющим обратимый характер. Затем, если ишемия не устранена, то возникают необратимые некротические изменения размягчения вещества спинного мозга, что приводит к стойкому выпадению его функции. При этом важное значение играет состояние гемодинамики и развитие коллатерального кровообращения. Чем дальше от спинного мозга локализовано поражение сосудов и чем более медленный характер имеет развитие патологического процесса, тем больше условий и времени для формирования альтернативного коллатерального кровоснабжения ишемизированного участка. Симптомы сосудистой миелопатии Острая сосудистая миелопатия Острые формы миелопатии сосудистого генеза носят внезапный характер. Манифестируют вялые периферические проплегии или тетраплегии с чувствительными расстройствами по типу сиренга миелия и сфинксерными нарушениями. Могут сопровождаться острым болевым синдромом. Боли локализуются в позвоночнике, иногда эрадиируют вдоль корешков. В отдельных случаях острая сосудистая миелопатия начинается с проявления транзиторной спинальной ишемии, парастезии, приходящих двигательных и тазовых расстройств. Спинальный инсульт имеет острое начало, чаще вслед за физическим усилием или в ночное время. Дебютирует ишемический спинальный инсульт острой болью на уровне спинальной ишемии с последующим стремительным возникновением двигательных нарушений до полной плегии. В случае локализации инсульта в нижнегрудных или поясничных сегментах боли могут эрадировать, симулируя картину острого живота или почечной колики. При тотальном поражении поперечника спинного мозга мышечная сила 0 баллов. Сухожильные рефлексы не определяются, нарушены все виды чувствительности ниже уровня сосудистой катастрофы. Иногда выше зоны тотальной анестезии возникает зона диссоциированных сенсорных нарушений, что свидетельствует о вовлеченности в область ишемии выше расположенных спинномозговых сегментов. Спинальная перемежающаяся хромота может выступать предвестником спинального инсульта и наблюдаться за несколько недель или месяцев до него. Характерна тяжесть и внезапно появляющаяся временная слабость в ногах. В отличие от перемежающейся хромоты при атлюзии артерий нижних конечностей сосудистая миелопатия не сопровождается болями в ногах. Отмечаются они менее парастезии нижних конечностей, возникающие преимущественно во время ходьбы. Синдром Преображенского наблюдается при поражении в бассейне передней спинномозговой артерии. На уровне катастрофы имеет место вялый паралич, а ниже ее центральная плегия. Значительно снижается или выпадает полностью поверхностная чувствительность, температурная, болевая. Глубокие виды сенсорного восприятия, чувства вибрации и давления, мышечно-суставное чувство сохранены, поскольку они проходят в задних столбах спинного мозга. Поражение центральной спинномозговой артерии вызывает ишемия передних рогов и преимущественно двигательные расстройства, сопровождающиеся амиотрофиями. Если оно носит односторонний характер, то возникает в различной степени выраженный синдром Броунсикара. Поражение задней спинномозговой артерии или синдром заднего размягчения спинного мозга наблюдается крайне редко. При поражении задних столбов выпадает лишь глубокая чувствительность, при вовлечении задних рогов, все виды сенсорного восприятия. Двигательная функция сохранна. Хроническая сосудистая миелопатия Хроническая недостаточность спинномозгового кровообращения отличается медленно прогрессирующим характером. На первую очередь проявляются двигательные расстройства, поскольку моторные нейроны более чувствительны к ишемии, нежели сенсорные. Мышечная слабость постепенно усугубляется и длительное время может быть приходящей по типу перемежающейся хромоты. Сухожильные рефлексы со временем все боли снижаются вплоть до полного выпадения. Мышечные гипоэотрофии чаще начинаются с проксимальных мышечных групп, а затем распространяются на дистальные отделы конечностей. Сенсорные расстройства затрагивают в основном область поверхностной чувствительности и выражены слабо или умеренно. Тазовые нарушения формируются на поздних стадиях миелопатии. Диагностика сосудистой миелопатии Сосудистая миелопатия диагностируется неврологом на основании анамнеза, выявленных нарушений неврологического статуса и данных инструментальных обследований. Лучшая визуализация спинного мозга достигается на МРТ позвоночника, при ее отсутствии проводится КТ позвоночника или контрастная миелография. Для выявления сосудистых нарушений окклюзии, компрессии, аневризмы, аномалии строения назначается спинальная ангиография. По показаниям аортография Люмбальная пункция с исследованием цереброспинальной жидкости может выявить признаки гематомилии и позволяет исключить инфекционно Воспалительный характер миелопатии Эфи нервно-мышечной системы электромиография, вызванные потенциалой электронерография помогает установить степень и топику поражения нервных путей Сосудистая миелопатия требует дифференцировки от опухоли спинного мозга, миелита, компрессионной миелопатии, баз рассеянного склероза, серенгамиели, воспалительной инфекционной миелопатии